Итак, мы вышли в эфир. Добрый вечер. Сегодня у нас, точнее говоря, не у нас, а мы в гостях у Александра Климчука на хаусботе у основоположника хаусбот-движения в России, предпринимателя, за которым я уже давным-давно слежу, смотрел за проектами Хелепорт, Аэросоюза. Александр также является уполномоченным по защите прав предпринимателей в городе Москве и обоцменом по водной инфраструктуре. Добрый вечер, Александр. Да, приветствую. Я решил воспользоваться, наверное, своим служебным положением и реализовать то, что не смог сделать до этого, побывать на хаусботе у Александра, посмотреть, что это такое, как это работает, сколько стоит, ну и, соответственно, обсудить этот бизнес, потому что тематика очень классная, интересная, и хотелось бы понять, как это работает. Вот, собственно, Александр, хотелось бы в двух словах, если поделитесь, вашей предпринимательской историей, наверное, чем вы занимались и как пришли к хаусботу, почему хаусбот? Ну, по большому счету, 28 лет предпринимательства, были всякие разные бизнесы, сетевые, автомобильные, строительство небоскребов в Дубае, потом вертолетный бизнес 15 лет тоже занимался. Вот, и, в общем-то, нам всегда нравилась Средиземка, и хотелось иметь там какие-то там домик там, в Италии, в Хорватии, там еще где-то. Вот, потом думаешь, нафига это все агентство недвижимости, вот, подумалось в сторону, собственно, каких-то передвижных там домов. Ну, колесные истории, они какие-то все ограниченные, непонятные. Вот, яхты, в принципе, дорогие и, в общем-то, непредназначены для жилья такого длительного. Вот, и, соответственно, выбор пал на хаусботы. Потом решили, потом все сложилось как-то, что образовались датские партнеры, образовался там российский партнер. Вот, и пошло-поехала история сначала по строительству речных хаусботов, но планируем в ближайшее время вернуться, собственно говоря, к мечте и к морским хаусботам Средиземка, там, Штаты, там, и другие там страны. Вот, соответственно, решили создать... То есть именно хаусботы? Да, это был осознанный выбор. Соответственно, думали, что будем строить в Дании хаусботы, но когда финально посчитали, взяли пару аккордов на калькуляторе, вот, поняли, что строить в Дании хаусботы, ну, по крайней мере, для России, это безумие, потому что, например, строительство в России для России получается процентов на 70-80 дешевле. Ну, что мы сделали? Построили в Долгопродном верфи, и вот строим сейчас, собственно говоря, разные хаусботы. Хаусботы — это смесь лодки и дома. Там, все, что... плавучая основа — это лодка, соответственно, все, что выше — это, в большей части, дом. Отличается от яхт, ну, наверное, тем, что это предназначено, в отличие от яхт для круглогодичного проживания и постоянного пребывания, длительного пребывания, назовем так, яхта непредназначена. Стоит в разы дешевле, вот, и в нашем конкретном исполнении это еще энергоэффективная история, вот, чем мы очень гордимся. И, ну, наверное, мы одни из первых, кто заморочился вообще на дизайн как таковой, потому что хаусботы-дизайн — такие понятия несовместимы за сто лет существования рынка. То есть это обычно плавучие такие, собственно говоря, сыраюшки. Вот, в Европе это маленькие плавучие вагончики, в Америке это большие плавучие вагоны, ну, и очень редко кто-то там заморачивается на этот самый дизайн. А где-то в мире вообще живут активно, ну, то есть, понятно, на маленьких лодчоночках, в маленьких проливчиках это и в Дании, и в Голландии есть, а вот именно в таком формате большие, достаточно красивые хаусботы где-то в мире это есть? Ну, честно говоря, больших, красивых, наверное, единицы, вот, и стоит это какие-то, сейчас американцы там сделали там от пяти с половиной миллионов долларов, да, сделали там хаусбот, который ногами в дно упирается, и, кстати, его тоже проектировали так же, как и наши, проектировали датчане, как ни странно. Вот, но это все равно единичная какая-то история. В Америке там порядка миллиона хаусботов, вот такой достаточно развитый рынок, там, в Голландии их там под сто тысяч хаусботов, с которыми две с половиной тысячи там в центре Амстердама. У нас на всю Россию их штук 60, наверное, там, 50-60 от силы, да, этот рынок только-только начинается, и вот, соответственно, мы вот сейчас всячески пропагандируем, и я в том числе личным примером живу уже четвертый год вот на этом вот хаусботе, да, и сейчас откуда мы, собственно говоря, ведем, ведем репортаж. И вот с личным примером показываю, что жизнь на хаусботе есть, и, честно говоря, я вообще не морской человек, не грамма, вот, ну, перебравшись на хаусбот, на сушу, я уже возвращаться не собираюсь. Александр, а чтобы поплыть куда-нибудь сейчас, вам пропуск нужно заказывать? Нет. В любую область, да? Нет, не нужно. Понятно. Вы говорили, что можно будет провести небольшую экскурсию по хаусботу, показать вообще, как он выглядит. Да. Можете? Да. Хорошо. Ну вот, просто сейчас мы находимся как раз на открытой террасе на вертолетной площадке, ну, у кого что, у кого шашлык, машлык, мангалок, сокал, а у нас здесь вертолеты живут. Вот. Ну вот, раз уж мы уже здесь находимся, то, наверное, вот за нами прямо стоит наш второй хаусбот, поменьше площади, наш там 470 квадратных метров общей площадки. И 180-й жилой, то его соседней, он получается где-то 200 метров общей площади, 90 квадратных метров где-то жилая. Вот. Так, ну пойдемте вовнутрь. Так, ну раз уж мы на втором этаже, сейчас вот, что-то мы говорим, кабинет, в котором мы работаем, ну, точнее я работаю, вот с таким вот невыносимым видом из окна приходится каждый раз трудиться. Все отвлекает, картинка меняется, в общем, безобразная ситуация, молоко за вредность надо давать. Вот. Здесь у нас спальня гардеробная. А, не пойдем туда, там ребенок играет. Здесь пойдемте на первый этаж. Там у нас гостиная, сейчас я покажу, гардеробная. Вот. Гостиная, ну, соответственно, вот с вот таким вот видом из окна. Телек мы практически не смотрим, только ребенок, мультики, а мы в основном смотрим в окно. Вот. Из гостиной выход на открытую террасу такую. В отличие от лодок у нас вся жизнь происходит не на корме, вот, а на носу. Вот. Этой частью мы движемся вперед. И вот у нас такая вот картинка вот из окна. Вот. Планировка может быть любая хаусботов. Вот. Ну, у нас вот хаусбот 20 на 9 метров. Вот. Такая планировка. Окня, гостиная, столовая в одном флаконе. Пост управления здесь же в гостиной. Вот. Здесь у меня жена водится. Здесь у нас такая небольшая детская. Так. Тут у нас такое полезное помещение. Сауна. Вот. Мы паримся с таким вот видом из окна. Если мы себя хорошо ведем, нам за окном иногда даже Кремль показывают. Вот. Если плохо ведем, соответственно, дверь открывает нас, то за борт выкидывает. Вот. Дверь открыл. Там, собственно говоря, лесенка. И за борт. Ну, кто ходил на лодках, знает, что такое гальюн. То есть санузел морской. Вот. Такая клетка, которую нужно на себя одеть. Вот. Здесь у нас получается, что это полноценный такой вот санузел. На котором можно еще... Можно в нем жить еще нескольким человеком. Если по морским меркам. Ну, вот. Тут у нас небольшая такая складовка. Вот. А за стенкой еще одна квартира с выходом на улицу. С улицы, вернее. С обходом. А квартира для помощников хозяйства. Вот. То есть у нас там еще одна семья живет. Ну, в целом такая вполне домашняя история с автономными системами жизнеобеспечения. То есть у нас все управляется умным домом. Отчего дойдет все управление. Вот. Можно все понажимать. Управлять там чем угодно. Там освещением. Вот. Управлять отоплением, там возоснабжением, канализацией. И даже... И даже судовое управление сюда же увидено. Можно в цифровом формате. Можно, соответственно, в аналоговом. А с какой скоростью вы движетесь? Можете. Сейчас. Сейчас или хаусбот? Хаусбот. Может. Я думаю, сейчас подлинно, да. Хаусбот обычно идет, ну, в средней крейсерской 10 километров в час. Вот. Тем более вот здесь вот на акватории, например, Химковское водохранилище больше не разрешает. А максимально, ну, где-то километров 15-16 в час. А далеко приходилось уходить? Ну, мы-то, честно говоря, далеко. Мы на юг ходили в Пестово, на север уходили дальше, в Жуковску не ходили. А так это судно может там ходить на одной заправке до полутора тысяч километров. Мы заправились три года назад, и у нас до сих пор еще полбак. И мы, честно говоря, ни в чем себе не отказывали. То есть это такой полноценный такой дом-ковчег. Слушайте, а сколько стоит такой дом-ковчег? Ну, понятно, что они все строятся индивидуально за четыре месяца. Это очень быстро. И стоит это где-то в среднем плюс-минус там, ну, в среднем 200 тысяч рублей квадратный метр. То есть, ну, по большому счету, это как жилье эконом-класса, это какой-то новостройщик, кроме театра. Получается, за четыре месяца готовый хаус-бот. Затем мы его паркуем на Марине, выбрав любую, да, я так понимаю. Вы, по-моему, писали на Фейсбуке, что порядка 30 тысяч рублей в месяц стоит парковка. Совсем без тысячи лет. Ну, нам на 20-метровой длины хаус-бот все это стоило там 35 тысяч рублей в среднем в месяц. Ну, в крайний год это стоит там около 40 тысяч рублей в месяц. Зимой чуть, зимой чуть подороже, летом чуть подешевле. А наоборот, зимой чуть подешевле, летом чуть подороже. Ну, в целом, усредненное, это вот где-то порядка 40 тысяч рублей в месяц, включая стоянку, парковка судна, парковка автомобиля, электричество безлимитное и даже вода. Ну, вы видите сейчас рост спроса в целом на хаус-боты, насколько это развивается в России и в Москве? А рынок только начинается, на самом деле, позволить себе его могут там хаус-бот, но многие люди, я думаю, что наши клиенты это владельцы малого или среднего бизнеса, оказалось, это даже тот менеджер малого бизнеса, который рассматривает себе покупку какой-нибудь двушки, миллионов за 15-18, ну, удивительно, но тем не менее. Вот, и сдерживает, честно говоря, рост рынка только незнание, что это такое. Вот, рынок стартанул, вот, вот сейчас в моменте мы устроим там сейчас два хаус-бота, да, вот, до этого там было построено там четыре, ну, понятно, что это не количество пока для такой большой страны, но, честно говоря, это только начало. Ну, то есть для вас это основной бизнес, которым вы занимаетесь и планируете заниматься многие годы, правильно я понимаю? Ну, хотелось бы заниматься им там долгие годы, да. А как вы строите продажи ваши? Ну, по большому счету, это интернет, какое-то продвижение, сарафанное радио, участие во всяких выставках, мероприятиях, вот, ну, и так, честно говоря, люди там видят нас, как-то сказать по-русски, офигевают, интересуются. Вот сейчас мы с вами общаемся, у меня клиент сидит, ждет, вот, в кабинете. Понятно, ну, прошу прощения, да. Да ничего, хорошо. А в целом ваш фейсбук, я вижу, что вы периодически выкладываете какие-то модели со стоимостями, то есть это тоже достаточно хороший источник вообще продаж интересующих? Да, да, в соцсети, то в соцсети сейчас, наверное, будет, я думаю, что, наверное, будет номер один. Слушайте, ну, вы предприниматель с очень большим опытом, а сейчас в кризис, вот для вас, например, это тяжело все плохо или все-таки время возможностей? Если время возможностей, то почему и как ими можно пользоваться? Ну, мне народ, ну, там, мои клиенты, друзья звонят, говорят, ты знал, ты знал, что будет. Ты еще три года назад занялся этой темой. То есть мы оказались неожиданно в тренде, то есть мы, по сути, городская и загородная недвижимость в одном флаконе, и, пожалуй, там круче средств для самоизоляции, там, да, его, конечно, не найти. Вот, поэтому я думаю, что для нас это все-таки, наверное, время возможностей, время возможностей, ну, и, честно говоря, там, каждый человек, он сам свою реальность формирует. В моей реальности все замечательно. Понятно. Ну, вы подошли совершенно правильно к выбору, ну, не знаю, к выбору, к осознанному выбору. Это просто так просто зло, именно заниматься хаус-ботами. Многим людям, люди выбирают какие-то тематики сначала, то, что им нравится, то, что им близко, и чем хочется заниматься. Потом производство, ну, потом продажи, производство, макеты, и дальше уже использовать просто интернет. И сейчас огромное количество людей пытается пойти по какому-то пути, найти новые интересные бизнесы, чем-то занять себя в текущей ситуации, может быть, с перспективой на грядущие годы. Может быть, есть у вас представление, каким образом, да, вы мучаете этими видами? Издеваюсь, издеваюсь. Да, я понимаю, какое-то представление, каким образом вообще вот тем, кто хочет также заняться вот любимым делом, которое будет растить в мире, где это искать все-таки? Очень простой ответ. Искать в себе. Вот, сначала, как, как, там, Платон сказал, или кто-то из великих, да, займитесь любимым делом, и тебе ни дня в жизни не придется работать. Закрепай, пожалуйста. Ну, то есть, по сути, просто искать в голове, что нравится. Я думаю, в голове вы не найдете, а в другом месте найдете. Где? Есть голове, есть ум, а есть, там, назовем, чуйка или интуиция. Поэтому, я думаю, информацию о будущем, там, в уме вы не найдете. Но все-таки очень много идей приходит, как очень большому количеству девочек, женщин приходит в голову открыть салоны красоты. И они считают, что дело этой всей их жизни. Каким образом, не знаю, отсеять вот такие зачастую достаточно бредовые идеи, которые ни к чему не приведут, и найти свой хаус-бот, свою такую гавань? Вот, смотрю, как, зрим корень. Хорошие вопросы, да. Но вообще, на самом деле, я на него уже ответил. Все. И ловает компьютер. На компьютер загружена информация о прошлом. Если ты хочешь получить информацию в компьютере о будущем, ты ее там не увидишь. Поэтому смотрите другим органам. Смотрите чуйкой, сердцем, интуицией. Занимайтесь тем, чем нравится. А не то, что подсказывает средства массовой информации и ум. Слушайте, ну, ваша интуиция что подсказывает, что будет с бизнесом, скажем, через пять лет? В какую сторону и действительно имеет смысл двигаться? С чем бизнесом? Вообще с бизнесом, то есть заниматься оффлайн это или онлайн какие-то бизнесы? Производство это или просто продажа? То есть именно касаемо вашей интуиции? Ну, честно говоря, в моем бизнесе будет все замечательно. Я это просто знаю. А, соответственно, в чем-то другом бизнесе, ну, наверное, я за них не сказать не могу. Но то, что сейчас все уходит в интернет, то, что сейчас мир меняется, все уходит на удаленку, это совершенно точно тренд. От этого никуда не денешься. Меня народ спрашивает, а как вы там самоизоляцию переживаете? Я говорю, слушай, пошел четвертый год, у нас ничего не поменялось. Мы так работаем и так живем. Мы работаем удаленно, живем, собственно, практически тоже удаленно в социуме и вроде и на удаление от него. Ну, мне сегодня написали в комментариях, увидев, что вы сегодня будете в гостях, что на хаусботе могут жить только те, кто работают удаленно, потому что работу ездить неудобно. Я сказал, что, в принципе, Марину можно наоборот выбрать, я так понимаю, поближе к работе. Но почему-то люди как раз там массово причем сказали, что да нет, это именно для там, только для тех, кто удаленно работает. Не знаю. Я раньше, я 18 лет ездил на работу из области полтора часа. А сейчас я живу в 17 минутах езды от Кремля, вот, значительно дешевле. То есть на час, час двадцать ближе живу, чем раньше жил. Поэтому, если бы у меня была задача ездить, собственно говоря, в центр на работу, то я бы тратил значительно меньше времени. Это просто локация. Сейчас, ну, недалеко от метро Войковска, сейчас я в Ройл, я в клубе стою. Через там, на следующем месяце в другом буду клубе стоять, но тоже здесь на Химкинском, на Хаджевиче. Ну, скажите, если взять и вместо квартиры купить хаусбот, потом, как в какой-то книжке было написано о том, что два самых счастливых дня в жизни мужчины. Первый день, это когда он покупает яхту, второй, когда, наконец, он смог ее продать. Отлично. Только это про яхту. Абсолютно верно. Да. А вот про хаусбот. То есть взяли, купили и, ну, не стали им пользоваться. Куда его дальше можно деть? Сдать в аренду или второй, вторичный рынок разве? Ну, я не знаю, взяли, купили, не стали пользоваться, значит, у вас что-то с головой, там, ну, либо какой-то форс-мажор. Потому что те, кто приезжает, там, посмотрели всю эту историю, их потом не выгонишь. У меня сейчас клиенты, клиенты, которые в июне, в конце июня, в июле, там, сдаем хаусбот, вот, они заехали в наш демонстрационный хаусбот. Мы недельку поживем, но на второй месяце я еле-еле их выгнал. Ну, выгнал, это в кавычках, понятно, что просто договорились. Была возможность, они там жили. Вот, и эта история, эта история, это просто какое-то другое измерение. То есть, ну, вот, отсюда, отсюда просто так не съедешь. И, а вот эти все, вот эти все вопросы, там, про локейшн, ну, это, по большому счету, какая разница, где твои квадратные метры находятся? Если они находятся близко к центру или близко к работе, значит, тебе мало ехать. Если ты находишься далеко от твоего места работы, значит, тебе дольше ехать. Вот, вот, вода или суша под тобой, ну, это вопрос технический. Слушайте, а в аренду есть хаусботы, чтобы попробовать себя в качестве жителей хаусбота? Для тест-драйва у нас есть, там, второй хаусбот, который показывал 90 метров. Ну, как раз мы его построили, как демообразец, чтобы тест-драйв перед покупкой, там, на день, другой, третий. Ну, то есть, в аренду его, то есть, за несколько дней, грубо говоря, можно взять, попробовать пожить, правильно? Да. Понятно. Ладно, спасибо большое за экскурсию, очень мне хотелось посмотреть, получилось. Пойду жене показывать это видео, потому что тянет попробовать очень сильно. Спасибо большое, Александр, хорошего вам дня и хорошей продажи клиенту, который вас ждет в каюте. Да, спасибо, всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»